Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая, свежая игрушка, как многие в комментариях пишут. Свежее хлеба! Она вышла 20 сентября. Называется Lawrence Lore. И, как уверяет автор, разработчик этой игры, в такое мы еще не играли. Это новый экспириенс. И вот мы на него посмотрим. Я уже чутка здесь побегал, посмотрел что да как. Игра напоминает паркур и only up. Это было прекрасное место. Но я все равно чувствовал себя в ловушке. Это мы. Вроде как и человек, и в то же время не человек. Поэтому я всюду искал выход. А вот и наш мир, в котором мы живем. Он похож на мир внутри другого мира. На какую-то матрицу или что-то такое. Только здесь не сколько матрица, сколько сантехнический какой-то мир. Кругом одни трубы. И во время путешествия по окраинам моей родной колонии, оно нашло меня. Оно открыло дверь. А я последовал за ним в бездну. Затем оно исчезло. Я потерялся здесь 253 года назад. В месте, где меня не должно быть. Смотри, внешность моя уже изменилась. Я другой. Мне нужно снова найти призрака. Пока не иссякло мое энергетическое ядро. Это все, что у меня осталось. И мы выясняем, что оказывается, мы все это время были роботом. Дроном. Дороги назад нет. Нас так изрядненько за 253 года потрепало. Телится наша ткань и костюм, что у нас было. Все в труху стерлось. И мы продолжаем исследовать этот мир в поисках чего-то, что привело нас сюда. Игра, как я уже сказал, очень мрачная. Но фишка ее не в этом, а в паркуре. Здесь прикольный паркур. И, как я уже тоже ранее сказал, она напоминает Only Up. Но отличие в том, что здесь не только всегда мы вверх будем спускаться. А, уже заспойлерил, да? Не только вверх подниматься, но и спускаться. И довольно глубоко будем спускаться. И для этого нам будут помогать различные инструменты. Ну, как различные? Ты увидишь в дальнейшем, что за инструмент, и он будет, по-моему, один. По крайней мере, пока что я нашел один. Может быть, что-то еще появится? Значит, здесь есть еще некие светящиеся элементы, напоминающие лампочки. И до них нужно необычным, нестандартным способом добираться. То есть, по идее, когда я первый раз проходил, я с этой трубы спрыгнул туда и побежал дальше. Так-так-так-так-так-так-там спускаться. Но здесь нужно было по-другому поступить. И вот так вот подпрыгнуть. Здесь уступ есть. И вот эта лампочка взрывается, когда мы ее подбираем. Для чего она нужна, я пока не знаю. Она просто подсчитывается в конце раунда. Что мы ее собрали, вот тебе галочка, ты молодец. Также здесь есть высота. То есть, на определенной высоте, если я бы отсюда спрыгнул, я бы сразу разбился. Эта высота показывается у нас на курсоре. То есть, вот я сейчас буду падать, и справа и слева от курсора будут такие риски появляться. Когда я три штуки риски набираются, соответственно, это высоко, и я разбиваюсь. Так что это нужно для регулирования высоты, чтобы цепляться или приземляться куда-то и не разбиться. Вот мы добрались до первого бункера, и сейчас будем его изучать. Сюжетная линия построена вот на таких вот диалоговых окошках. Мы будем общаться с другими роботами, мы будем изучать строение. В общем, ты все сам увидишь. Давай читать. Укрепленный барак. Такие используются исследователями, путешествующими по мегаструктуре. То есть, наш мир называется мегаструктура. Возвращаясь к баракам. Их строят максимально устойчивыми и долговечными. Но этот уже показывает признаки значительного износа и разрушения. Анализ материала предполагает, что он был построен 534 года назад. Сканируем теперь компьютер. Журнал. Запись ухода. Колония 8-6-15. Я забыл часть оборудования в прошлом лагере. Решил вернуться, чтобы забрать его сюда. И Дакса, если ты это читаешь, и вернулся вместе с Кресу, я оставил вам двоим немного еды внутри. И, наверное, мне скоро придется просинтезировать еще. Есть еда внутри. Но зайти внутрь мы не сможем, потому что у нас нет криптографического ключа. Надеемся, что владелец этого бункера запомнил этот ключ. Криптографический. Это же там шифр прям целый. А вот вентилятор, который генерирует электричество для этого бункера. Небольшой ветряной электрогенератор. Он должно быть использует мощный поток воздуха, чтобы питать электронику вокруг и внутри барака. В общем, что мы выяснили отсюда? Мы выяснили, что здесь жили люди, потому что им нужна еда. Это не роботы. И бункер был построен 500 лет назад. Это очень, очень много. Пять веков прошло уже почти. Трубы, конечно, тут повсюду, повсеместно. Ну, мрачненькое, мрачненькое место. Видно, что здесь нет жизни никакой. И выживать тут могут только роботы. Как мне кажется. Вначале, вначале и здесь проводили исследования люди. Но поняли, что людей здесь тупо не хватает. По своей физической и энергетической сути. И начали делать дронов. И вот мы один из них, по всей видимости. По крайней мере, мне так угадывается сюжет. Ног у нас не видно. Но я тебе сразу хочу сказать, что помимо ног, у нас здесь еще и руками придется поработать. Вот, кстати, еще один брюлик. Я тогда мимо тут пролетел. Но потом, когда возвращался исследовать эту территорию, увидел эту лампочку здесь. Опа. Здесь еще несколько будет таких лампочек. Но я не до всех добирался. Они очень в таких мудреных местах спрятаны. Я думаю, что лучше туда не лезть, иначе самоубьешься. Голова называется «Стена». Огромная стена. И мы будем по ней сейчас карабкаться. Ты спросишь, как? Чем? Ах, да, у нас еще есть оптический зум. Мы же роботы. Глаза у нас могут делать различные интересные вещи. Значит, в ту сторону я бегал. В прошлый раз там ничего нету, пусто. Нажмите «А», чтобы включить подсказки. Нажимаем. Эти подсказки очень нам нужны, поскольку сама территория, карта очень огромная, и тут потеряться как нифиг делать. И можно заблудиться, и можешь пойти куда-нибудь не туда, а потом придется полчаса возвращаться. Ну, конечно, полчаса я преувеличил. Всегда просто используются маркеры, и все. Опа. Есть такая вот... О-о-о-о, вот я и упал. Все, видишь, три риски. Мне показывают, что ты сейчас разобьешься. И если бы я упал на какую-то платформу, я бы 100% разбился. Вот сюда... Нет, не допрыгну. Сюда тоже... Секунду-секунду. Вот сюда нам надо. Оп-оп-оп. Можно было бы и вон туда пробраться. Вот так вот, хоп, обойти, все. Вон туда залезть. Но там тоже ничего интересного вообще. То есть лазить здесь можно, где есть какие-то выступы, трубы. Без проблем. Не хочешь идти по сюжету, полази, поисследуй. Тебе никто не запрещает. На трубу, по-моему, мне надо тут спуститься. А, или нет? Вот я уже забыл, куда мне тут дальше-то идти. Куда мне дальше пойти? И, может, нам просто выше надо забраться? Да, точно. Вот таким вот образом. Видишь, уже забыл, как я тут проходил. Потому что чем дальше уходишь, тем там мудренее все это получается. И там мы видим с тобой первый труп. Вон, кости, скелет валяется. Человеческий. Это один из первых исследователей. Сейчас мы к нему доберемся. Наверное, я бы прыгнул отсюда, но, наверное, не допрыгнул. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Можно, конечно, вот сюда еще запрыгнуть, пойти. А, да тут где? Вон, брюлик, кстати. Слушай, синий. Синий, это говорит о том, что я его ранее не собирал. Желтый, это значит, я собирал. И вот как до него добраться? До него добраться можно, когда мы доберемся до скелета. То есть хочешь туда добраться, доберись до другого места. Окей, прыгаем отсюда, посмотрим, сможем ли мы это сделать. Мы сейчас аккуратненько... Оп. Вот так вот соскользнули со стены и отпрыгнули. Тогда ты не разбиваешься. Да, трупак, пророхшим мохом. И смотри, что мы тут видим. Это скалолазные... Ну, сейчас, почитаем, короче. Снаряжение погибшего наблюдателя для скалолазания. И мы их, конечно же, берем. И теперь мы можем лазить по стене вот таким вот образом. Но они бесконечно у нас силы тратятся. Поэтому надо все это рассчитывать. То есть если ты куда-то полезешь, и тебе не хватит до какой-нибудь балки, трубы, или еще чего-нибудь, да, где ты можешь остановиться и передохнуть, то ты попросту разобьешься. Как и в скалолазании. Оп. Вот инструмент, про который я тебе и говорил. Он будет нам теперь помогать. И при помощи него мы сможем достать до той синей лампочки. Потом у нас появятся новые фишки. Помимо инструментов мы будем обучаться новым элементам. Так, а если я ее достану, то куда я потом буду спрыгивать? Новые элементы паркура мы будем изучать. Нас будут учить этому роботы. Так, но есть одна мысль, как ее достать. Это то есть... О! Зацепился. Хорошо. Сюда нормально упаду? Ой, 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 ненормально упали. Ну, в принципе, нам сюда и нужно было, по-моему, да? Да, нам сюда и нужно было. Мы будем сейчас с компьютера пробираться, который вон там, внизу. Падаем. Ой, елки-палки, сильно я, конечно, баршину. Сейчас. Вот так вот сделаем. Вот, зацепились. Зацепились. И вот про что я тебе и говорил. Про эти риски, которые показывают нам падение. Если грамотно все рассчитывать, то ты как бы не разобьешься, если цепляться за стенку. И что мы будем делать? Как нам спуститься к компьютеру? Конечно, где-то тут. В общем, вся игра, она вот такая. Залезь туда, поднимись туда, спустись. Какие-то секреточки отыщи. Кстати, компьютер, компьютер где-то... Вот он, под нами, получается. Компьютер-то, правильно? Да, вот она, эта труба. И теперь нужно грамотно сюда спуститься. Нет, это я... Это я поторопился. Да просто сейчас спрыгнем. Во, и все. Что у нас тут есть интересного? По-сканем. Неизвестное тебе развлекательное устройство. Иду, хеллоу-хед. Короче, это отсылка, скорее всего, какая-то. Можно в какую-то игру поиграть. Типа, типа. Я потерялся 673 года тому назад. Обалдеть. 204 из них я провел здесь, подключенный к этому источнику энергии. Чувак просто... У него батарейка уже садилась, и он подключился к этому источнику питания. И 204 года провел, сидя тут. Ужас какой. В настоящий момент моему каркасу не хватает смазки для безопасного передвижения по структуре. Остается лишь один выход. Я больше не могу цепляться за этот источник энергии. Пришла пора узреть основание структуры. А-а-а. Он, короче, спрыгнул вниз. Все понятно. Вот и мы сейчас будем прыгать. Не зацепился. Не зацепился. Ладно, я сделаю по-другому. Сейчас. Надо только грамотно это сделать. Вот. Вот таким вот образом. И нам сейчас нужно поставить маркер, куда идти дальше. А, ну так вниз. Вот здесь сейчас будет немножечко сложновато. Я тут несколько ростков попадал. Потому что здесь скос, и там грамотно нужно упасть. И вот поехали. Поехали. Можно прыгать, чтобы грамотно... регулировать точку падения. И видишь, если бы я здесь сейчас упал, то я бы разбился. Высота очень большая. Поэтому надо аккуратненько спускаться. Вот так вот. Спустились. И вон она. Та штука, которая нас сманила. По крайней мере, мне так кажется. Да, да. Похоже же. Похоже. Она немножко другого окраса, конечно. Но мы за ней бежим. Тем не менее. Вот огромные свисящие провода. Или, может быть, это трубы, которые обернуты во что-то. Так. Здесь нам нужно спрыгнуть сюда. Потом надо будет перепрыгнуть, скорее всего, туда. Опа. И вот она, эта штука. Напоминающая огромную сову. И вон брюлик. Лампочка синяя. На нее я тоже тогда не добрался. Слишком морочно. Надо куда-то лезть. Куда-то ползти. Может быть, сейчас я ее и соберу. Вот еще один бункер. Давай исследуем его. Кстати, он открыт. И здесь у нас есть компьютер. Красным горит. Получен сигнал SOS. Тег местоположения. Неудавшийся биом. Расстояние 483 километра. Навигационные инструкции. Найдите крупнейшую пищевую трубу, расположенную за маленькими биомными кластерами. И спуститесь по ней. Панель управления вентиляцией находится рядом с турбиной в туннеле неподалеку. Как они странно это описывают. Кстати, вот еда. Неудавшийся биом. Как будто его кто-то создавал, но что-то пошло не так. И нам нужно исправить это. Мы сейчас вокруг оббежим. Тут еще контейнер есть. Но они закрыты. Ну что, вон она, сова. Нам туда. Но мы же еще хотели попробовать достать лампочку. Попробуем реализовать наш план. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это была плохая затея. Очень плохая. Так. Вон она. Где это? Вон она. Она там. Это значит, что нам просто выше надо взобраться. Ну, наверное. Наверное, повыше. Так. Ну, давай отсюда попробуем. Как мы чуть выше взобрались. И что мы будем тут делать? Еще выше туда. Да, но мы просто тупо не залезем, мне кажется. Ну да, нам туда выносливости не хватает залезть. Ладно, короче, не буду я доставать этот брюлик. Ломать голову над этим сейчас. Уверен, что тут есть какое-то легическое прочее объяснение, как за ним сходить. Но я не хочу заморачиваться. В смысле я разбился? Ладно. Я попробую вот так. Вроде не сильно и высоко было. Промахнулся. Вот отсюда будем тогда прыгать. О, как раз. И вот мы до совы добрались. Ну, она сейчас улетит, как это обычно бывает с птицами. И тут самое интересное. Поехали. О, паньки. Допрыгнули. Куда нам дальше? В ту сторону. Сейчас будем с прыжка цепляться за стенку. Есть. Есть контакт. Ну, я думаю, суть игры ты уловил. Какая-то фишка здесь присутствует. И вот напиши в комментариях, во что-то подобное ты играл или нет? Прав ли разработчик? Потому что я действительно ни во что такого не играл. Конечно, это немножко скучновато. Просто вот так вот ползать, лазать. Но когда ты впервые играешь, тебе что-то как-то заходит. Потому что интересно, куда же ты прибежишь, что это за мир. И его интересно исследовать. Я бы так сказал. Упал. Самое главное, что здесь очень много чекпоинтов. И если ты падаешь, то вообще без проблем. Тебе не надо за 300 километров опять бежать. Как это в OnlyApi бывает или еще где. В подобных играх. Аккуратно. Прям разгончик. Дальше еще пойдут фишки паркура и спринц Персии. По стенке бегать сможем. Тоже прикольно. Верода. Мне кажется, мы отсюда прям туда допрыгнем. А нет, высоко, высоко, высоко. Перелезем. Хотя можно даже не перелазить. Мы сейчас по трубе просто пробежимся и все. Вот так вот. Вот он, значит, этот вентиляционный пропеллер, которым нам сейчас нужно отключить. А, здесь мы не залезем. Горочка. И после этого отключения биом вроде бы как... Вот то, что мы читали, да, что там пищевая труба, что-то с ней случилось. И чтобы это все дело отключить, нужно спуститься вниз. Рубильник там. Прыгаем. Вот он, рубильник. Отключаем. Все, мы молодцы. Ползем обратно наверх, проверяем. Работает ли наша вентиляция. Если не работает, то мы все сделали правильно. Хотя ошибиться тут сложно было. Просто нажать одну кнопочку. В чем проблема? И вот я даже не знаю, есть ли смысл возвращаться обратно, проверять компьютер или просто идти дальше. В прошлый раз я прошел дальше. Видишь, вентиляция отрубилась, и мы теперь можем туда пройти. Вон, винт какой здоровый. Нарочку. Меточку. Опа. Я слышу звук, что здесь где-то лампочка есть. Брюлик этот светящийся. Брюлик, брюлик, вон он. Вон он, где брюлик. Ага, ну в принципе, в принципе, мы можем... А нам только туда и надо прыгать по трубам. Хоп. Давай, 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 мы запрыгнем, мы запрыгнем. Мы можем сделать... Давай, наискосок. Эх, блин. Эй, ой, ой, ой. Подожди, может допрыгаем? Нет, не допрыгаем. Упали. Хорошо, еще разочек. Да, блин. Вот так вот сделаем. О, хорошо. Я, кажется, понимаю и вспоминаю, почему я не смог достать брюлик, потому что здесь уклоны и вскарабкаться я туда не могу. Вот по этой горочке мы теперь спускаемся, чтобы добраться до совы. Но тут не все так просто. Я тут ломал голову, как сюда добраться. Оказывается, там внизу есть ступеньки небольшие, выступы, по которым можно пробраться. Вон они. Вон они, эти выступы. Просто падаем сюда и дальше. Вот таким вот образом. Ну, а наверх, собственно, мы и так и не добрались. Выходит. Опа. Кажется, что вот-вот упадешь, но нифига. Шум какой-то. Ой-ой-ой-ой, падаем, 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 падаем. Зацеплюсь, не зацеплюсь. Нет, давай, чекпоинт. Да елки-палки. Что, что будешь делать-то? Так. Есть какой-нибудь другой вариант? Нет, походу только туда. Ну да, что ты не зацепился-то? Нормально же прыгнул. Корявые руки робота. Нет, отсюда сбоку вообще не вариант. Надо прям туда прыгать. В угол. Да стой ты. О, получилось. Белый щума, не ветер какой-то играет сейчас у нас в ушах. Слушай, а может мы по этим трубам потом как-нибудь... Нет, мы до брюлика все равно не допрыгнем. Это даже высоко получилось. Давай, короче, по-другому попробуем. По металлическим вот этим вот штукам. Надо было наверх запрыгнуть. Да, точно. Оп. А наверх ты и не запрыгнешь, в принципе. Вот так вот. Дальше сюда. Дальше так. Опа. О, хорошо. Получились. Получились все. Врубаем маркер нам дальше. То да, но есть еще, смотри, что. Вот этот закуток, на который бы хотелось как-то запрыгнуть. И я промахнулся. Не смог зацепиться за него. Короче, забиваем болт на эту фигню и идем дальше. Здесь мы видим канализацию, которая сливает отстои. Там что-то похожее на город или на ядро города. Ну, а нам нужно идти сюда. Я, конечно, наверное, зря это сделал. Да, это было тупо с моей стороны. Но я сейчас... А, зацепиться не получается. Не получается зацепиться за стенку теперь. Вот тут вот цепляйся, цепляйся, цепляйся. Есть. Зацепились. Я просто экономил выносливость, потому что тут нам далеко лезть и нужно. Вот и я. Вот наверху. Значит, тут нам надо... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И теперь наверх. Мне кажется, там что-то наверху брюкало. Хрюкало. Ого, ого. Ого, тут я не был. Тут я не был. И тут еще брюли где-то. Журнал терминала колония 8-6-15. В этой области наблюдаются периодически сильные порывы ветра. Неясно, является ли это результатом давления сверху или чего-то, вызывающего дифференциал давления снизу. Постоянные ветра наблюдаются с самого момента нашего прибытия. Порывы ветра недостаточно сильные, чтобы представлять собой какую-либо серьезную угрозу. Но легкое оборудование ни в коем случае не подлежит размещению и хранению снаружи. Большая часть этих экранов отображает программное веб-сечение для мониторинга используемых ресурсов компьютера. Такое обилие мониторов неэффективно. Понятно. Это то же самое. В принципе, один и тот же монитор ту же самую информацию выдает. Даже зеленый, да? Ну да, это один компьютер. Все, я понял. Залезу наверх. Где этот брюлик-то? Вот он прям где-то здесь, может под нами был. А, вот он. И здесь хранится все оборудование. И как нам его достать? Скорее всего, скорее всего. Вот видишь, и как его достать? Ха-ха, прикол. Не допрыгиваю я туда. С разгона как-то прыгнуть на стенку? А, подожди. Кажется, есть идея. Блин, не получается так. Хм, вот это да. Я, кажется, просек, как это делается. Как-то разогнаться нужно и по округе проскользить. И прыгнуть. И прыгнуть. Но я так не смогу. Честное слово, я так не смогу. Потому что в КС-ку подобные штуки я не играл никогда. У меня не получалось это. Все, иду дальше. Самый прикол, что ранее я это место не находил. Я его пробежал, скорее всего. По другому маршруту. Как-то, как-то преодолел. Что нам тут нужно? Как это преодолеть? Опа. Я думал, упаду. Честное слово. Как-то так. Тут вон прыгни нафиг и все. Я бьюсь, короче, башкой. Надо. Да что ж ты будешь делать-то? Вот, спокойно допрыгивается. Но что-то не хочет. Смотри, какой, а. Ладно, я тогда вот сюда залезу. Так будет проще. С самого начала так было проще. Опля. И мы уже тут. Ну что? Пиши в комментариях, что думаешь по поводу этой игры. Паркура. Лазалок. Туда-сюда прыжочков. Тут есть еще, кстати, одна. Лампочка. Этот сраный брюлик. Блин, по этой стенке не получится вскарабкаться. Хотя обычная стенка, кажется, да? Но нифига ты не можешь сделать этого. Черт. Так. Сюда, потом туда. Да не, ну елки-палки, можно же было раньше. Неужели я так лоханулся? Так, 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 подожди. А, все, понял. Усо понял. Да не, я туда не допрыгнул. Вот он, уступ. Я на нем был. Вот так вот. Ага, и теперь сюда. Так. Можно туда прыгнуть. Но я оттуда пришел. Нам дальше на трубу, наверное. Потом. Сбираемся. И вот можно до брюлика теперь добраться. Если грамотно здесь прыгнуть. Вот. И теперь нужно грамотно как-то запрыгнуть. Вот. Не получилось грамотно. Все, я нафиг рухнул. Рухнул. Еще раз, конечно, попробую. Тут нужно грамотный разгон взять. И прыгнуть именно... Ну нет, я не допрыгну. Даже стараться не буду. Это мы обратно возвращаемся. Нам нужно теперь по трубам. Вот сюда. Маркер-то надо поставить. То заблужусь, заплутаю тут. Вон носова. Так. Нам теперь нужно пробраться на огромную трубу. Как мы это сделаем? Сюда пойдем. И теперь туда прыгать надо. Что, отсюда будем прыгать туда. Вот и все. И теперь... Вот таким вот образом прыгаем. Ай-ай-ай-ай-ай. Отскочил. Не круто. Опаньки. Тоже плохо получилось. Давай повыше попробуем залезть. А повыше никак. Я скатываюсь. Но получается только вот этот вариант. Ай-ай-ай-ай-ай. Чуть не перепрыгнул. Отсюда. Вот сюда. И все. Вон еще тоже брюлик блестит. Светится. И вот при помощи этой трубы мы доберемся до огроменной трубы. Опля. А вот и я. Не ждали, а я прищоль. По идее, нам надо было бы вниз спускаться. Спрыгиваем вот так вот. Вот так вот. Оп. И а-ля. Оп. И все, мы на большой трубе. Сова, я иду к тебе. Я уже близко. А мне действительно вниз нужно было? Или я просто сейчас падаю? Ну ладно, сейчас зацепимся. И наверх поползем. Че, думал я тебя не достану? А вот и я. Маркер врубаем. Маркер нам говорит, что нужно бы как бы наверх забраться. Там у нас кое-что ждет. А сова... Пускай. Пускай будет там. Так, выходит, что нам перебраться нужно на ту сторону. По-другому же никак. Тогда вниз. Ну а что скрыто в этих ядрах? Или это город? Или еще что-то другое? Ты узнаешь в следующей серии, если тебе эта игра понравилась. В общем, пиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Ставь лайки. Подписывайся. И мы тогда вновь увидимся в новом ролике. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok